Снежное утро для автолюбителей сложно назвать добрым. Свой день приходится начинать не с чашки бодрящего кофе, а вот с такой зарядки. В машине всегда приходится иметь лопату, чтобы утром вызволить свое транспортное средство из снежного плена. После того, как разминка закончена, можно отправляться в путь. Если получится. Разметки не видно, вместо трех полос движения осталась одна. Поворачивать на светофоре подоб секции и вовсе приходится вслепую. Огромные сугробы после работы дорожных служб так и остаются ждать своего часа на обочинах. С пешеходами проще. Ранние первопроходцы сами протаптывают тропинки. И уже к полудню выход из снежных джунглей готов. Чистят, чистят, а снег-то не вывозят. Это же потом будет весной. А вот на остановках особенно, наверное, мешают? Вы знаете, я не езжу транспортом, поэтому ничего не могу сказать. Я пешком хожу. А вообще удобно пешком ходить по таким дорогам? Да нет, конечно. Ну, помните, в каких беговых. Ну, вот снегопад, вот видите. Что-то вот хотелось бы, чтобы тропинки были хорошо почищены. Но, наверное, не успели еще. В целом нормально все, но в некоторых местах, конечно, не проехать. Во дворах особенно. А так чистят люди стараются. Во дворах больше. А почему вы думаете так? Потому что машины стоят, и трактор тупо не может проехать, почистить дороги. Поэтому. Спецтехника действительно порой не может попасть во дворы, проехать по узким улочкам. Доходит до того, что снегоуборочная машина оказывается в ловушке. Вперед проехать мешают припаркованные у обочины легковушки. Назад – одностороннее движение. Как итог – заторы и пробки. Однако одной беспечности самих владельцев, как показывает практика, мало, чтобы ликвидировать проблему уборки снега. Помехи на проезжей части создают и сами спецмашины. Нередки случаи, когда в часы пик правая полоса проезжей части полностью занята дорожными службами. Для того, чтобы осуществлять ситуацию, мы привлекли дополнительную технику сторонних организаций. Мы увеличили комплексы по выезду снега с 3 до 5. Сейчас у нас в каждом районе они по ночам работают, выполняют свои работы. По информации городской администрации, в ночь на 12 января на дороге выехало 98 единиц техники. В уборке снега с обочины было задействовано 7 колонн комбинированных дорожных машин. Кроме того, в конце месяца поступит 17 новых спецмашин. Предполагается, что это повысит эффективность работы дорожных служб. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ.